Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 887. События дня. Откровение 10.6. Времени уже не будет. Эфесянам 5.16. Дорожа временем, потому что дни лукавы за 21 мая 2018 года. 1 Коринфянам 7.29.31. Я вам скажу, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Юрий Соболев. Спасибо, Христос. Благодарю, Игнат Тихонович. Хотя этот материал уже есть у меня в книге вашей, в электронном виде. Лишним не будет. Я вчера выставил несколько роликов, обработал их уже для интернетной версии, не просто в книге. Это как с кем беседовать. На 24 категории разбиваются примерно те, которые перед нами находятся. В какую ячейку? Один, я там боюсь родственников, уверую. Один не верит, что Бог есть. Другой не верит, что Библия. Это слово от Бога. Божие слово. Вот это. И отдельное пособие по изучению Евангелия от Марка. Или иначе назвать «Как образовать общины». Это очень и очень сложный и трудный вопрос. Я его по частям разбил. Вчера, я не знаю, такой активный день был. Готовил. Один за другим ролики выставляли. Там помогает мне. Я их отсылаю, когда проверю текст. И уже проходит час примерно, и уже ролик стоит в интернете. Один еще не сделаешь. А тут к Игорю Дубунову двоюродная бабушка приехала. Ее снял уже больше тысячи. Она на два ролика разбилась. Вот. И по тысяче с лишним пришла. Для нас это много. У нас меньше бывает где-то как-то. И вот вчера события какие были. Кто-то стучится. Кто? Через дверь. Я же не слышу ничего. Все это говорит, ничего не слышу. Я говорю, к окну подойдите. Я посмотрю в окно. Никто не подходит. Ну, я еще на наружу наблюдения посмотрел. Машина красная стоит. Я могу это показать. Красная машина стоит. Это удивительно даже. Это еще не снято. Завтра я покажу это. Два человека. Один у дверей, другой. Я говорю, к окну подойдите. Подходит. Показывает какое-то удостоверение. Не вижу ничего. Не вижу совершенно. У меня глаз просто гноится. Тогда инфекцию занес. А то уже три с лишним года он у меня болит и болит. Ну, никак. Что делать? Я взял тогда телефон на бумаге крупно написал и в окно выставил. Он тогда позвонил. Такой-то, такой-то. Вроде. Мне ничего это не говорит. А то что не открываете-то? Я говорю, что ради буду открывать? Я один. А тут у меня запоры. Дом мой, моя крепость. И вот такое вот. И все. А где нам нужно Лапкина, Игнатия Тиханова еще? Ну, говорите, что нужно. Нам он нужен. Говорите. А друг другу вот это. Каждый свое говорит, повторяет. Вот. Если нет, то я сейчас полицейских позову. О! Полицейских позову. Я не стал больше разговаривать с ним. Вижу, что он рассердился. А что я буду говорить? Я полицейских не боюсь или боюсь? Еще полицейские будут дверь взламывать, выпиливать ее. Не знаю. Даже не знаю, как они будут ее выпиливать. Вот у нас. Я же внутри. Это не замок. Крючок крепкий, в косяк вбитый. Это не железная дверь. Там они пилят ее болгаркой всегда. Вот. Вот. Вам нужно прийти. Я то выпишу эту, как повестку вам. Там, милист или прокурор. Я же не слышу ничего. Еще и стою-то. Ну, что такое. А вот вы там то, другое там где-то. Ну, то есть, выдуманное. Надо вымануть меня отсюда из дома. То я не стал говорить. Уже вопрос серьезнее. Меня туда. Я тогда звонил нашему брату. Брат хороший. Он закончил как-то юридический, с красным дипломом. Работал в краевой прокуратуре по особо важным государственным преступлениям и прочее. Ну, мой адвокат. Я ему сказал, завтра, если меня не будут вызывать, я скажу сразу, ехать только на его машине он подъедет. Он говорит, хорошо. Вопросов нет. Сергей попутно позвонил, а кто-то занимается с собаками там некогда. Ну, подъехать хотя бы кто-то с ним переговорил. Думаю, да мне это не нужно. Я своими делами занялся по наружному наблюдению. Вижу, они стоят там разговаривать, что-то пишут или что-нибудь. Слава, Слава Иисусу Христу! Проверяет меня старшая сестра. Вот интересно, как. Я вот забочу, чтобы не проспать. А это она в шесть проверяет, живой или не живой. Позвонил, я пошел на улицу дверь открывать в это время. Отвлекаюсь, сказать-то. Она звонит, нету. Ну, я пошел там, пока зелень попутно порвал. Вот там оревень у меня здесь. Лучок растет, крапива, лопух, там такое все. А она в это время звонит. Я всегда выхожу на улицу и всегда беру с собой мобильный телефон. Мобильный. Вот так. Вот он у меня какой махонький, этот еще нету, подаренный. Она звонит, нету. Она везде. И начала уже в Потеряевку добилась. Я задержался что-то там. Что-то не знаю, что-то такое там надо было. То ли голубям попутно залезти. Что случилось? Да ничего не случилось, нету. Ну, почему не отмечаешь? Сама уже со слезами говорит. Вот люди какие-то. Старшая сестра у нас, Татьяна Кузьмениша. Забота такая. А может, я сегодня смотрю, там принесу. Да не надо, у меня все есть. Не надо. Ну, и все. А эти-то вчера были, а у меня кастрюли я сам наварил. Много. Думаю, иди, а три может будет. Кошка, да я, едим. А кастрюля там у меня стоит. А что там? Картошка, зелень. Рожки. Но она стояла прямо в сенях. А они там были. Я ночью молился, и мне мысль. Это не есть. Сегодня придется вывалить. Да кто его знает? Кто был? Зачем был? А это нехорошо. Пожалеешь и не один раз. Ну, и так вот такое. И вот Юрий пишет. Работаю над научным текстом для публикации и привожу в качестве примера вас и вашу общину. Далее, следующий небольшой фрагмент. Посмотрите, пожалуйста, верно ли все или что-то нужно подредактировать и уточнить. Кавычки открыты. Крестовозвиженская православная община города Барнаула, Алтайская митрополия, номинально признающая акт о каноническом общении РПЦ, МП и РПЦЗ от 2007 года, имея выборных старосту и священника в лице, и Игнатия Лапкина, и протеерея Акима Лапкина, не признает над собой власти правящей юрисдикцией в лице ее правящего архиерея, митрополита Сергия Иванникова, формально же относясь к благочинию Барнаульской епархии. Вот это я сразу остановился. Формально, в благочинию, как мы относимся, никак мы не относились и не относимся. Никак. То есть на этой территории, которую они там делят на бумажки на своей, так, метрополия, Алтайская метрополия, ну да, на этой территории тут метрополия ее, только так сказать-то. А так что, относясь формально, относясь, даже мне непонятно, как мы относимся, мы ни в списках у них, нигде, и ни на одном совещании батюшка у них никогда не было, и над нами их власти нету. Просто мы живем и благодарим Бога, что хорошие отношения. Община отличается благовестнической направленностью, широкой миссионерской деятельностью и аскетизмом. Имеет свой устав и храм. При этом никаких догматических разногласий и конфликтов между крестовозвиженской общиной и Алтайской метрополией нет. Но это правильно. Это слова метрополита Сергия, ни канонических, ни догматических нарушений у Игнатия не обнаружено. Не обнаружено или не замечено, что-то такое. Еще Игнатий Тихонович. Нуждаюсь в емком и кратком определении понятия «страсть бесстрастная». Тоже для работы. Подскажите, пожалуйста, если у вас есть такая наработка. Страсть бесстрастная. Ну, какая страсть? Бесстрастная при том. Вот у меня, вспоминаю сразу постановка. Ну, у вас какая-то страсть была, Михаила Васильевича Алманосова? Спрашивали, он говорит, да, была. Какая? Учиться. А Ленин-то взял уже Ульянов от него. Учиться, учиться, учиться. Всегда учиться. Страсть всегда была познавать, на Венере есть или нет атмосфера. Понятно же, что такое молния. Ну и прочее. Все такое, все везде брал. Видимо, где-то наглотался из реторта, то умер рано. Женился на немке. Православным-то назвать его трудно было. Вот эта страсть была у него. У меня, так вот сказать, страсть бесстрастная. Смысл-то понятен где. Ну, какая была где-то страсть? Ну, вот маленький я был, когда бабушек любил. Вот такая страсть. А почему? Мама приучила. Какой праздник, что там беспризорная такая, безродная, как бы, жили бабушки отдельно. И всегда им я что-то носил. Они мне нравились. Как только у меня день рождения, день ангела. Мама спечет там пирог большой, там все приготовит. И мне сумочку там даст. И я к ним иду. И с ними, чтобы помолиться. Никто не знал, как ангелу-хранителю. Канон, помолиться-то. И вот это у меня, как бы, уже я ждал, когда мама меня туда пошлет. Как бы страсть. Страсть была еще у меня наблюдать птиц. Орнитология называется. Как я любил. И считать все. То есть у меня не одна была страсть. Где-то в пять лет я отцу считал районную газету. А что, я не понимаю? Там страва такие есть. А я читаю. Заучивать стихотворение. О, это была у меня страсть. А отец-то не знает, что я заучиваю. И где-то сказал, говорит, у меня вот это, сын-то, просчитает один раз и расскажет. Нет, один раз я просчитаю, я ничего не расскажу. Ну, отец-то не знает ничего этого. Вот если это понимать страстью бесстрастной, ну, как, то, тогда, да, это как бы, ну, если только это считать. А потом, ну, а когда я рос, у меня была страсть другим рассказать о Христе, когда я узнал. До этого была страсть, вот, понимаете, меня зацепить всегда надо было. Как-то мы, готовил я уже дипломный проект. Мне выбрали специально какую тему о строительстве мастерских по ремонту машин. Я пол сделал деревянный, этими нарезочурочками, когда стоят торцом кверху. И почему, и что, и все. Тут что-то в наше современное время я показал, как уже готовые детали, бывает, из рук вырываются, падают из зазубринка, и деталь пропала. А это упадет, она уже никакой нету. И мне пятерку поставили, на отлично защитил, ну, как сказать, дипломная работа была так. Я закончил строительный техникум по уклону ПГС, промышленное гражданское строительство. И вот такое вот, у меня была эта страсть. Ну, страсть к математике была. Математику, физику, это у меня, не корми, было есть. И кто-то, я возьми и задаю вопрос тогда. А вот почему у нас, я считаю, сейчас война и мир. Второй раз начал считать, первый раз, думаю, не все понял. Считал, сколько, глаза ослепли. Не выскажешь. Это уже пятый, седьмой класс, это я все, и Достоевского, и трудно найти даже, какую книгу не считал, защитывался. Почему? А могу ли я это сделать? Я все применял к себе. Рахметова прочитал, когда у Чернышевского. Тут я себе и резал, и колол, и спал, стоя там на бревнах, на полениях, и готовился. Готовился, если быть террористом, я-то уже с пяти лет знал, кем я буду. То ясное дело, отомстить коммунистам за то, что они здесь сделали. Отец все рассказывал, да с осторожностью, они такие услышат, посадят. Ну, как я их терпеть не мог. Это у меня все в книге для Слова Божьего нету, там описано здесь. И вот это была страсть. Я сказал, почему же французский-то язык мы не знаем, английский, немецкий. А в школе у нас не было никакого иностранного языка, никакого. Первые недели две, наверное, или одна неделя была учитель Густав Густавиш Зейдлиц. Явно видно, что немец. Старый-старый был, но его пригласили. И он неделю-две преподавал, только и умер. В Корчино учился я. И поэтому в аттестате тройку поставили, а его не было. Совершенно не было. Но я самостоятельно начал изучать. У немцев проповедовал в собрании на немецком языке. А тут кто-то тоже так вот. Ну, вы знаете, возьми, да и выучи. О, как сказали, выучи, да. Мне разве это можно говорить такое, выучи. Значит, я уже начинаю учить. Пошел по соседним квартирам, узнал, где девочки одна учатся. В седьмом классе, а пятый класс учебники не нужны. Я ей, то ли она дала мне, и так их. И все. Через полгода я уже с немцами наслаждался смехом. Разговаривал и считал, и любил. И сразу же начало английский, потом французский, испанский, греческий. И мне нравилось это, с англичанами беседовал на английском языке. Страсть. Вот такая страсть. Латышский язык приехал, они полных три месяца, я уже с ними разговаривал. Я не знал, у меня вообще никакого навыка не было. Но потом появилась как бы страсть. Какой мне изучать язык, португальский или испанский? Давай по карте смотреть, где больше людей. Ну, глупость, конечно. Потом, когда уверовал, все это бросил. Как будто никогда не учил, не знаю ничего. А вот в Америку поехал. Буквально через неделю я восстановил до разговорного. По телефону, с полицейскими уже разговаривал. Ну, тут еще уже осталось. Вот я говорю о страсти бесстрастной. А уже когда Евангелие попало, тут у меня другим засвидетельствовать о Христе. Узнать новое. Заняться пастеристикой, чтобы люди знали. И только у меня на моем сайте стоит примерно 50 книг в аудио, которые я насчитал. Библия, Архипелаг, ГУЛАГ, 12 томов Златоуста, 12 томов Жития Святых, 5 томов Доброта, Любия, 4 книги Григория Дещенко и так далее. Это была у меня страсть. Доставал книги, насчитывал и распространял. У меня день и ночь кухня эта, тон студия работала. Так что, интересно, когда мама моя пришла с передачкой, когда в СИЗО сидят, там еще и не тюрьма, ну, тоже тюрьма называется-то. Ну, и все друг другу что-то рассказывают. Моего сына не за что взяли, другое не за что. А мама моя послушала, ой, бабоньки, как вам тяжело-то, не за что. И сидят, и вот, а у меня-то за что сидит? Как? И что, он признался? Так я его благословил, все сразу внимания на ее. Как это так? Ну, так. Он уверовал, и вот теперь другим рассказывает. Я говорил, сынок, ты знаешь, куда идешь? Ты знаешь, что тебе за тобой? Знаешь, ну, Бог тебе в помощь. Ай-яй-яй, над ней, мать. Так его могут не выпустить. Да Бог знает, бабоньки. Вот у меня страсть не одна была. Но она, если это понимать, бесстрастная. Это не от вожделения плоти или там деньгам. У меня вообще о деньгах понятия нет. А то сейчас бы кубометр евро или долларов принесли. Ну, я знаю, куда деть их. Знаю. Первое, что бы сделал, Игорю Барабаш купил бы новый современный комбайн. Дальше ему бы хорошие трактора расправиться с нашим старостой деревней. Тогда же дороги провел бы, школу учителям бы повысил заработок. Ну, все сделать как надо. Купил бы трактор или нашел бы драглайн, счистить пруды. Купил бы просто. Ну, и сколько бы. Ну, дали бы мне, допустим, 10 или 20 миллионов евро. Я бы их и стратил. Дорогу проложил к Потеряевке. Ну, и все. И построил бы домов целой улицы. И сразу бы все пошло. Люди-то есть верующие, хорошие. Приехать, а сами построиться не могут. А так-то бы что? Да нет, ну, улицу построил бы. Было бы все. Нанял, кто бы этим занимался. Свое дело не оставил. Вот страсть. Я каждый день молюсь, Господи, пришли добрых жителей селения с детьми молодых. Все время молюсь об этом. Нуждающихся, видите. Дорогу строить очень-очень дорого стоит. Вот страсть бесстрастная. Не знаю я, это ли имеет он в виду. Я отвечаю. Выражение страсти бесстрастно не библейское изречение. Вот такие святыни и святыни. Это Тихон Егорьевский, он Шевхонов, теперь, кажется, его куда-то туда, Псковский или что-то такое отправляет. Но это уже явно будет он митрополит и так дальше. Похоже. Да. Вот такие святыни и святыни, это похоже на каламбуры. Невозможно поставить на библейский фундамент. И ноги у этой фигуры кривые. И в череслах постоянное дрожжание и сластолюбие на прокат в вечернее время. Вот так я их понимаю, эти слова. Ну и дальше, все это я показал. Можно подкорректировать. Вот по этой статье показал. Московский Патриархат. Так и написано. Студенческий журнал «Покров» Барнаульской и Духовной семинарии. Номер 9. 2016 год. Страница 34. Кавычки. Открыты. В начале 1990-х часть приходской общины переселилась в Мамонский район. Село Потеряевку. Где основала новая приходскую общину во имя священномущеника Анфимы Никомедийского. На 2013 год официально в поселе Потеряевке проживало 33 человека. С 1996 года в Селе Потеряевке действует детский трудовой православный лагерь «Стан» через священномущеника Климента Анкирского. Ну это в Селе Потеряевке. А на самом деле с 1972 года, когда Потеряевка исчезла, построена церковь, функционирует школа, фельдшерский пункт, построено 16 жилых домов, 12 бань, все здания электрифицированы, для нужд общины облагорожены 12 колодцев и 3 пруда. А, брат, не 3 пруда. Теперь получается сейчас, что у нас Южный раз, Костровый 2, Храмовый 3, Лагерный 4, Рыжковский Северный 5, Второй мостик 6. Ну и внутри выкопали еще один небольшой пруд, но хороший. 7 фактически прудов-то. Но тут устаревшие данные ему дали, он сам-то не был. В составе РПЦЗ Потерей Аким Лапкин являлся участником 4-го Всезарубежного собора РПЦЗ, проходившим в городе Сан-Франциско с 7 по 14 мая 2006 года, ставшим одним из решающих шагов к увращеванию разделения между двумя частями Русской Церкви. После подписания акта о каноническом общении и восстановления единства внутри Русской Поместной Православной Церкви, пользуясь нормами приложения к акту о каноническом общении, приход сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ, не входя напрямую в подчинение Барнаульской епархии. Вот тут точно написано. Несмотря на то, что время, определяющее переходный период для российских общин РПЦЗ до 17 мая 2012 года истекло, а сегодня тоже 18-е, получается, уже 5 лет прошло, приходы в городе Барнауль и селе Потеряевка фактически поминают за богослужением святейшего патриарха Кирилла. Поясните, когда они у нас приезжают, митрополиты или священники служат? Только тогда. И предстоятель РПЦЗ митрополита Иллариона Капрала, имея при этом полное общение с Алтайской митрополией. Это точно. Крестовозреженский приход города Барнаулы в общины села Потеряевка является уникальными и своеобразными приходскими общинами. На 100% правильно. Члены общин придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старобрядцам. Мужчины не бреют бород, остригают волосы, носят рубахи на выпуск с поясом. Отдруга, я не знаю, с веревкой напишут. Тут все пишет правильно, видно, что знает. Женщины также не носят облегающих и тесных одежд. Так что Никита ни к чему привязался нарочно. Носят платки. В общинах строго поддерживается древнерусский нравственный и бытовой уклад. Многие семьи многодетны. Так. Старость этих общин является родной брат Потерей Акима Лапкина, Игнатий Тихонович Лапкин. Известный православный миссионер, объехавшись проповедями о православии более 500 городов. Более 600, на самом деле. В России, в ближнем и дальнем зарубежье. Миссионерская практика Игнатия Тихоновича Лапкина вызывает разную реакцию. Однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Кто пишет? Доктор богословия. Кандидат юридических наук. Профессор кафедры истории церкви Черновицкого православного богословского института. Настоятель храма Святого Луки города Норильска. Священник Павел Бочков. Вот, понимаете, вот человек, который знает и грамотно, но другой ничего не знает. Вот там какой-то Дулевич выскочит или еще. А вот у вас теперь никого нет. А под каким епископом вы находитесь? Да не под каким. Это ваши, я говорю, у вас семинаристы под ними лежат где? А мы-то зачем будем под епископа? Ну, я знаю ему еще сказать-то. И вот он там крутит, вертит. Да мне зачем это все нужно? Вот, пожалуйста, ответ. Ответ митрополита. Так они и на них нападать начинают. Стучат урагами, как он мне показал. То есть злоба обуяла. Отняла разум. Пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Здравствуйте. Благодарю вас за послание. Нахожу ответы на возникшие вопросы. Ну, в точку. А объявление потеряевки разослала знакомым. Жаль, конечно, что многие из них еще не единомышленники мои. Все еще по духовным практикам блуждают. Поклон всем вашим. Танечка Микляева. Уважаемый брат Игнатий, прошу вашей помощи. Помогите, пожалуйста, молитвенной поддержкой сыну моему Вячеславу. Господи, помоги, укрепи и устрой. Он нашел себе работу. Много лет не мог работать после аварии. И просил меня, чтобы я вам написала об этой помощи. Он просил, матерь, я даже его не знаю, хочет работать и склонил голову перед Богом. Обращается сам к Господу и просит подмогу от вас. Я уже вчера молился, и Господи, благослови его. Наконец-то Господь коснулся его сердца. И он преклоняется перед Господом, понимая, что только в руке Бога наша жизнь становится безопасной. И как мы относимся к Божьему, так и он нам отвечает. Он нашел в себе работу, и прежде чем идти устраиваться, просит братьев и сестер за него помолиться. Заранее благодарю и низко преклоняю колени перед ликом Господа защите и помощи на хорошие дела в жизни сына. С уважением, комсестра Татьяна. Рустик, Игнатий Тихонович, мир вам! А почему у вас дом, где собирается община, не покрашен? Забор тоже не покрашен, ворота старые. Ведь общиной можно было скинуть все и облагородить все. 21 век на носу. Да не на носу, уже идет. Или старое, по-вашему, еще не отжило свое? Вот это точно попало, одно предложение. Точно. Я все вспоминаю, как живут они давно, больше 60 лет вместе. 70 даже. Старое, старое. И говорю, ну а как вот вы могли сохранить и не изменяли друг другу? И так между вами все это близкое друг другу? Да мы, дети мои, жили-то раньше, знаете как? Старые вещи чинили, примусы другое. А новое не покупали. А сейчас не такая же, на раз ее и заменил. А, вон в чем дело. Я отвечаю, притча 26.4.5. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в своих глазах. Вот то не отвечай, то отвечай. Тут тоже надо знать, о чем речь идет. Вот я ему это написал. Притом на его ответ даю ни одного слова, ни одного, только местописание. Деяние 2.46. И каждый день единодушно пребывали в храме преломляния по домам хлеб. То есть, ну, нигде ни одного слова нет на то, что храмы надо строить, красивые колокольни, туда целые составы кирпича идут. Нет. По домам. Деяние 5.42. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Храм один был на земле. И дальше. Деяние 20.20. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Ну, три свидетельства. По домам. У нас просто дом. Это жилой дом. Вот там есть у нас престол. Это уже где престол есть и где служится литургия. Это уже храм, а не колокольни. Ну, раз меня вы считаете глупым, Рустик отвечает, тогда не буду вам больше задавать вопросы, чтобы вы не сделали с подобным мне, с миром. Вот так. Один пишет «Дом комфорта», но на самом деле у него есть имя. Добрый день, Игнат Тихонович. Меня зовут Владислав Никитин. Примите ваш мир. Смотрю ваш канал и сайт. Изучаю с примерно 2014 года. А зазомбирован с 2015. Мне 50 полных лет. Русский по паспорту. Пришел к вере в Бога в 46 лет. А Рустик отвечает «Я вас люблю, Игнатий Тихонович. Вы меня сделали православным». Он недавно крещение принял. Рустам. Ну, то есть это имя кавказское какое-то. «Я безмерно благодарен вам. Слава Господу Иисусу Христу во веки веков именю». Если бы я ему ответил по-другому, то мог бы огневаться там. Ну, и старое бы полезло из него. Может быть. Может быть. А тут Слово Божие. Он тоже раз и одернулся. Ну, и слава Богу, Рустик. Во славу Христову. Вот теперь показать наши ресурсы. Хочется, чтобы знали. Это вот «Мой мир». Есть еще страница «Мой мир». Тоже Игнатий Лапкин. Я там с голубем. Там писать не надо. Это контрольные делают специально. Вот. Ну, и еще что у нас есть. Это большой, очень большой форум православный. 1600 тем. О, какие темы там. Полные. И там и видео, и все. Я всех приглашаю. Только заряди. А заряжать? Нужно знать, куда заряжать. Вот тут написано «Общий поиск». Вот здесь я дергаю этим курсором. «Общий поиск». А выходить новое сообщение сразу на первую страницу. И вот надо посмотреть сейчас сегодня, что у нас тут. за прихожь пришло 308 человек вчера. О, для нас это много. Обычно 250, а то и меньше. Ну, не раскручены совсем. И вот наш видеоканал православный. 19 571 подписчик. И 19 347 655 просмотров. И 11 100 видеороликов. То есть у нас много всего. Вот. Дальше я показываю наш православный библейский сайт. Наши ресурсы, чтобы знали где. Ну, интересно. Надо где-то тему искать. У меня даже известные поэты спрашивали, где вы берете столько темы. Такие различные. Я говорю, все, что перед глазами. Вот я сейчас передо мной. Что тут у меня? Котенок лежит. О котенке напишу. Кровать о кровати. Окно об окне. Часы о часах. Картина Рафаэля. А не икона об иконе. Ну, не ухо заболело, а об ухе. Глаз слезит. Соглазина. У меня сами темы. Три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений по тридцать шесть строчек. Каждая. Девять четырехстрочных куплетов. Икра подвернулась стихотворение у меня на экране. А, это не то я взял. Вот, к слову сказать, вот экран. Вот смотри, сколько. Восемьдесят девять. Здесь папок и файлов. Он весь у меня заставленный. Восемьдесят девять. Вот, кверху-то еще не видно. Я покажу. Вот оно где идет. Вот. А зачем столько? Ну, я с ними всеми работаю. Вот оно где. Восемьдесят девять. Конечно, трудно на моему компьютеру. И здесь все отдельно. Разборка. Здесь сколько стоит еще роликов. Уже готовые. Уже скаченные. Теперь я его сегодня поставил. И сразу разборка один сюда. Или проповеди. Тут еще проповедей у меня тысяча с лишним может быть. Я отсюда беру, чтобы не перепутать. Сегодня поставил. Проповеди один. И жития. А житей-то у меня там тысяча сто семьдесят с лишним. Я здесь вот его поставил. Перекидываю в другое. То есть, отработанное. А потом это надо сохранить на диске. Отсылаю. Там незнакомые люди. Совершенно незнакомые из Испании. Прислали тысячу евро, чтобы записали все. И там в Испании сохранить наши сокровища. Мало ли что бывает. Люди незнакомые. Католики. Относительно их правоставления. Все книги мои выпустят. Чтобы выслал я им за семьсот пятьдесят евро. Это отдельно. А тысячу просто так дали, чтобы мы сделали. Почему? Молитва Бога. Это люди Божьи. И вот здесь стихотворение хотел как раз сказать. Котенок потерялся. Еще стихотворение тут же сразу вышло. Притом у меня три тысячи четыреста шестьдесят семь стихов. И тут была сестра у нас, Наталья Приходько. Она говорит, почему вы выбрасываете черновики-то? Они могут заводиться. Да зачем они? Ну тогда давайте мне. Ну вот от нее начал хранить. И это вот как продают пачки пятьсот листов. Так вот семь таких пачек я исписал карандашом. И ни одной поправки нет. А так не бывает. Ну я и не поэт, не стихотворение, но смысл весь к духовному. Допустим, считаю. Стихотворение такое. Любимый мой котенок явно не смышленыш. Как думаю. За матерью своей увязался. Отстал в степи, в лесу ли, явно ненарочно. Был без ошейника, без щипа. Ненадеван галстук. Хватились только вечером. Он не явился утром. Искали и кричали по кличке, по степи. Белый, белый, белый. Тучи подвалили. Рассвет казался хмурым. Мы в нашем доме печку решили истопить. Если найдется, так он мокрый придет. Три дня искали всюду. По ямам, по грибам. Грешили на котов, на фермеров соседних. Котенок, мол, по клюву грозным истребам. Есть шариков сосед. Он для котов столь вредный. То есть убивает. Я по следам горячим описываю чудо. Как утром на возвижении молились вслух. Дабы Никола Милостивый поискал повсюду. Не был мирликийский к молитве нашей глух. Мы только помолились, как появился котик. Чумазый, истощавший, но шустрый непоседа. И синеглазый неслух, усевшийся напротив, мяукает умильно и просит отобедать. Чего нам не хватает в обычной суете? Забота у Иисуса о нас, о том, что наша. Теряем дни, имущество, скотинку и детей. И к Богу не взываем. Вот что страшно. По временам тихонько к спящему крадусь. За ухом пощесать и по спине погладить. В который раз, молясь, снимаю свой картуз. Благодарю Создателя. Котенку глажу лапы. А случаев таких бесчетная есть рать. Когда Бог допускает претерпеть потерю. С колен бы не вставал, когда бы все собрать. Мы с Божьей помощью все скоро перетерпим. Как просто все случается у любящего Бога. Как он нас обиходит, нередко ткнув в тупик. Гляжу на Мышелова. Разлегся лежебока. Не позревает даже, как жизнь свою я вник. 27 сентября. Возвижение 2010 года. Ну и котенок потерялся. От сколько заботы о нем. И как я применил это к себе. И как мы и без Божьей помощи не нашли бы его. Она, кошка, ловит далеко. Ходит мышей по степи. И он за ней, за ней, за ней ушел. И там где-то она побежала. Или что, он отстал. И как он ночью эти проводил, ничего не понятно. И где он еще мог поймать за эти дни, не знаю тоже ничего. Ну вот обыкновенное стихотворение. Коснулось. Коснулось или не коснулось где-то. Не знаю даже. Вот. Тут еще показать. Еще бы кое-что мог. Тут приходилось. Так. Объявление об отдыхе. Вот читайте все, если вам видно. А дальше объявление даю на тем, кто хочет поселиться. Это надо и страницам все. У нас как бы день открытых дверей будет 3 июня. Если кто давно просились, не разрешали приехать, срочно мне звоните. Потому что по скайпу кто хотел поговорить тоже. Потому что я только уезжаю 2 июня. И до 10 октября, если жизнь продлится Богу угодно, будь живы будем. То оттуда невозможно говорить. Такие там деньги дерут. Только положишь, опять денег нет. А здесь за меня кто-то вносит. Там 500 рублей в месяц или сколько. Ну и вот такое дело. Это тоже как бы объявление. А Сергей говорит, надо покороче сделать. Ну что же, тут разбор. А то у меня будет маршрутка еще дается о себе знать. Ну дам только тому, кто поедет. Маршрутку дадим, что брать с собой. И все. Маршрутка на поездах, как ехать. Вот все абсолютно как бы. Тут долго пояснять время просто терять уже неохота. Если кто-то, значит, подумает так. На капкотенке понравилось кому, могу и прислать. Ну вот так вот на сегодняшний день. Слава Богу.